МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости в студии Софья Зиберова. Смотрите в этом выпуске. Норильск. Город трудовой доблести. Почетное звание нашему городу присвоил президент России Владимир Путин. Битва за никель. Норильск ТВ запускает новый проект, посвященный трудовым подвигам норильчан в годы Великой Отечественной войны. Компания Норникель внедряет научный подход к организации мониторинга многолетних мерзлых грунтов. Чтобы наблюдать за их состоянием, планируют пробурить 6 скважин. Президент России Владимир Путин присвоил Норильску звание город трудовой доблести. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. В тексте указа сообщается, что почетное звание Российской Федерации город трудовой доблести присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Вместе с Норильском звание получили еще 8 городов – Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Орск и Якутск. Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено президентом в марте 2020 года. Норильск стал вторым городом Красноярского края, получившим его после столицы региона. Председатель городского совета Александр Пестряков напомнил, что для получения звания проведена серьезная работа. Приступили мы к подготовке обращения в адрес комиссии президента Российской Федерации еще два года назад. Я напомню, что 1 марта 2020 года федеральный закон о звании «Город трудовой доблести» вступил в силу. Но на тот период было непонятно, является ли Норильск как город, не имеющий в период Великой Отечественной войны статуса города, возможности получить такое звание. Нам потребовалось некоторое время. Наши избранные депутаты Государственной Думы, коллеги из Законодательного собрания Красноярского края помогали нам провести такую работу, изменения, комментарии, разъяснения. В общем-то такая возможность нам дали пояснение у города, была и точнее появилась. Мы начали подготовку и в том числе вовлекли норильчан в такую большую акцию, как сбор подписей. Более 48 тысяч человек из Норильска и других городов проголосовали за присвоение городу почетного звания. Результаты голосования с ходатайством мы направили губернатору Красноярского края Александру Викторовичу Усу, который также поддержал нашу инициативу и вышел с предложением к главе государства. И сегодня каждый норильчанин с гордостью может сказать, что Норильск – город трудовой доблести. Я благодарен каждому, кто отдал свой голос в поддержку данного решения. Благодарен, что нас поддержал не только Норильский Красноярский край, но и вся страна. Поздравил норильчан и президент компании «Норникель» Владимир Потанин. Он отметил, что присвоение Норильску звания – это дань нашей истории. И в то же время статус, задающий ориентир для нынешних горожан и работников градообразующего предприятия. Сегодня Норильск переживает новый этап своего развития. Результат труда города и его жителей не просто востребованы во всем мире металлы и весомый вклад в российскую экономику. Это необходимые условия технического прогресса. Именно благодаря заполярным рудникам и заводам воплощается в жизнь программа исследования космоса. Создаются самые передовые технологии во всех областях науки и жизни. Будущее создается вашими руками. Отметим, согласно закону Российской Федерации, в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стелла с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания. А также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, в День Победы и в День Города. Надежда Балдакова, Александр Вори, Норильские новости. Телеканал Норильск ТВ запускает в эфир проект «Битва за никель». Он создан в сотрудничестве с городским музеем и посвящен трудовым подвигам норильчан в годы Великой Отечественной войны. «Битва за никель» – это телеэкскурсия, рассказывающая о самоотверженном труде жителей нашего города в военные годы. Каждая из десяти серий проекта посвящена отдельной теме – производству никеля и кобальта, в которых нуждался фронт, изобретательству и рационализаторству, благодаря которым производство работало в немыслимых условиях, геологоразведке, энергетике, добыче полезных ископаемых, народным сбором, фонд обороны, строительству города вопреки всем трудностям. То, что Норильск не просто выжил в то время, а сделал мощный рывок в развитии производства и самого города – это заслуга тех, кто здесь жил до нас. И мы, как норильчане, можем представить себе, в каких условиях наши предшественники обеспечивали этот рост. Рост добычи, рост переработки руды, рост объемов строительства – это абсолютный героизм, свидетельства которого хранятся в городском музее. Это то, о чем нужно знать, о чем нужно помнить. Именно об этом мы хотели рассказать в проекте «Битва за никель». Участие в съемках проекта приняли сами норильчане – ученые, производственники, общественники. Люди, которые продолжают развивать город, построены их предшественниками. Съемочной площадкой проекта стал музей Норильска, где развернута тематическая экспозиция, собравшая исторические факты трудовой доблести, подтвержденные документально. Возникла такая идея, и мы в тандеме с Норильск ТВ, по-моему, замечательно реализовали ее, сделать по этой экспозиции народную экскурсию. Вот в течение некоторого времени мы все будем видеть, кажется, серию роликов. На самом деле это очень связанная история, когда современные горожане, современные норильчане рассказывают о разных фактах трудовой доблести норильчан в годы войны. В целом все эти ролики вместе представляют собой самую настоящую народную экскурсию. Таким образом и наша экспозиция останется навеки таким телевизионным документом. Во-вторых, это, конечно, большой еще просветительский проект. Поэтому желаю вам поймать каждый ролик, увидеть каждый факт этого проекта, в котором приняло участие очень много людей. Одним из гидов в проекте «Битва за никель» стал глава города Дмитрий Карасев. Он рассказал о строительстве Норильска. Именно в военные годы был заложен будущий Норильск. Крупнейший современный город в высоких арктических широтах. Трудовой подвиг норильчан в годы Великой Отечественной войны – это героический вклад Норильска в победу страны. Старт проекта приурочен к присвоению Норильску почетного звания «Город трудовой доблести» как дань памяти людям, героически работавшим здесь, на Крайнем Севере, ради Великой Победы. Проект «Битва за никель» смотрите после выпусков новостей. Не пропустите. И к другим новостям. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил рост тарифов ЖКХ с 1 декабря. Предельный уровень индексации по стране не превысит 9%. Согласно постановлению правительства, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет в среднем на 324 рубля. При этом окончательное решение об уровне повышения будут принимать региональные власти. Изменение стоимости затронет плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Напомню, ежегодную индексацию тарифов решили провести на полгода раньше. За 2022 год плату уже повысили – в июле. Декабрьское увеличение должно было пройти только в июле 2023. Но из-за изношенности теплотрасс, водопроводов и других объектов коммунальной инфраструктуры власти сдвинули срок на более ранний. По словам чиновников, в этом есть и плюсы. Следующее повышение тарифов случится только через полтора года – в июле 2024 года. К следующему году контейнеров для мусора во дворах Норильска станет больше. Причем появятся не только привычные бункербаки, но и площадки для отходов с ограждениями. Подробнее обо всех изменениях смотрите в нашем сюжете. Твердые коммунальные отходы делятся на две категории – бытовые и крупногабаритные. К крупногабаритным отходам относятся сантехника, окна, двери, бытовая техника. Бытовые отходы – то, что мы каждый день собираем в пакет на кухне. Директор управления экологией Лариса Романченко рассказывает – для каждого вида мусора свои баки. Твердые коммунальные отходы у нас подразделяются на бытовые и крупногабаритные отходы. Если смотреть на эту площадку, большая часть отсека, где расположены контейнерные баки, это как раз для отходов, которые у нас образуются в результате нашей жизни. А более маленький по размеру отсек – это как раз для накопления крупногабаритных отходов. Территория сбора мусора огорожена с трех сторон. Это позволяет отходам не разлетаться по дворам в ветреную погоду. В прошлом году в Норильске облагородили более 30 площадок для скопления отходов, а в ближайший год хотят установить еще 60. Всего в муниципальном образовании установлено уже около тысячи облагороженных территорий сбора мусора, пояснили в Управлении экологии. Дарья Каменских, Александр Вуори, Норильские новости. Времена ожидания автобуса на морозе уходят в прошлое. В Норильске продолжается установка теплых остановочных павильонов. Как выбирают места для них, чем оснащены павильоны и как будут бороться с вандалами, расскажем далее. Скрыться от сурового мороза во время ожидания автобуса теперь можно вот в таком теплом павильоне. Он оборудован тепловой завесой, лавочками с подогревом, USB-разъемами для зарядки телефонов. В нем также предусмотрена возможность использования Wi-Fi. Установка таких павильонов сейчас идет по всему городу. Больше всего их будет в центральном районе. В частности, теплые остановки появятся около бульвара влюбленных, центра полярной медицины, универмага Толнах, на набережной, около первой и шестой школ и в Толнахе, возле детской поликлиники, 20-й школы, на улицах Рудной, Строителей и Кравца. На сегодняшний день из запланированных к реализации в 2022 году автобусных остановок, которые должны были быть оборудованы отапливаемыми павильонами, выполнены все 20. В настоящее время ведутся работы по приемке, это проверка всей необходимой исполнительной документации, ну и также устранение замечаний со стороны подрядчиков. Отметим, павильоны монтируют по графику. Если в вашем районе пока вместо теплой остановки только металлический каркас, а на соседней улице уже все готово, переживать не стоит, говорят в администрации. Хотел бы призывать не пугаться, когда видят то, что павильон, есть, скажем, его основание, но он не сдан в эксплуатацию. По контракту это 23-й год, бояться не стоит. Если сделает подрядчик раньше, будет здорово, мы будем всячески стараться принять в эксплуатацию раньше. С полным списком адресов, где появятся теплые остановки, можно ознакомиться на сайте администрации в разделе «Городское хозяйство». В планах у администрации к концу этого года и с переходом на следующий довести число павильонов до 65. Работа продолжится, и в ближайшие пару лет их количество приблизится к сотне. Надежда Балдакова, Евгений Журнов, Норильские новости. Компания «Норникель» внедряет научный подход к организации мониторинга многолетних мерзлых грунтов. Первая скважина глубиной 200 метров уже пробурена. Всего таких скважин на территории планируют пробурить 6 штук. Это позволит специалистам наблюдать за динамикой грунтов, проводить лабораторные исследования и использовать полученные данные для прогнозирования. Также компания следит за грунтами и под зданиями своих предприятий. В подполье некоторых из них побывала наша съемочная группа. Вот этот синий железный куб скрывает под собой 200-метровую скважину для мониторинга многолетних мерзлых грунтов. В скором времени ее оснастят термокосой. Это провод, по всей длине которого расположены цифровые датчики температуры. Они помогут специалистам наблюдать за температурным состоянием грунтов в динамике. Такие скважины планируют разместить в каждом городе присутствие компании на Таймыре. В НПР их будет 5 до конца этого года. Дом молодых специалистов в Норильске также поставлен на мониторинг, как важный инфраструктурный объект. Он оборудован инклинометрами, он оборудован термометрическими косами, опущенными в специализированные термометрические скважины, а также датчиками температуры и влажности атмосферного воздуха в подполье. Термокосы под домом молодых специалистов уходят на 1,5-2 метра ниже свай. Это позволяет наблюдать за динамикой их поведения в толще многолетнемерзлых грунтов. И при малейших отклонениях от нормы данные будут направлены в центр мониторинга и проблему успеют устранить еще до ее появления. Такая же система и в подполье нефтебазы. В онлайн-режиме проводится мониторинг температурного состояния грунтов основания. И за поведением резервуара на тех фундаментах, где он расположен. Мы с вами наблюдаем инклинометр, который измеряет состояние конструкции, на которой он установлен, в двух осях Х и У, и передает данные в единую информационно-диагностическую систему заполярного филиала в целях контроля безопасной эксплуатации зданий и инженерных сооружений, расположенных в Норильском дивизионе. В перспективе системой мониторинга многолетних мерзлых грунтов оснастят около полутора тысяч зданий и сооружений Норникеля в Норильске. Это линейные и гидротехнические сооружения, здания на рудниках, объекты нефтегазовой инфраструктуры и важные административно-бытовые здания и сооружения. В планах у компании завершить работы к 2030 году. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Норильские новости. Международную неделю науки в Заполярном госуниверситете отметили интеллектуальными играми. Команда из учащихся 9-11 классов отвечали на вопросы по окружающему миру, металлургии, горному делу, строительству и информатике. Кто победил, расскажет наш корреспондент. Это единственное земноводное обитающее на лотоку Тарана. Как оно называется? Главная студенческая Мекка Норильска Заполярный госуниверситет на один вечер превратился в Мекку для всех школьников. Около 80 учащихся 9-11 классов собрались на интеллектуальную игру «Что, где, когда». Всего семь команд. Жюри, студенты старших курсов университета. Вопросы самые разные. От обитателей плато Путорана до средств защиты на металлургическом производстве. За каждым столом кипят бурные обсуждения. Это средство индивидуальной защиты предназначено для защиты головы. В интеллектуальных играх участвуют школьники со всех районов города. Есть те, кто на играх не первый раз. Манит не только азарт. Участие в викторине – это часть профориентации. Школьники лучше знакомятся с университетом и выбирают факультет, на который в будущем будут поступать. Это очень интересная программа и также игры, в которых ты можешь узнать свои способности и пообщаться с друзьями. У меня сейчас 11 класс заканчивается, я сдаю экзамены, надеюсь на хорошую сдачу экзаменов и рассматриваю как ЗГУ вариант поступления. Мероприятие на базе университета проходит с 2020 года. Организаторами выступает Общество молодых ученых «Молодежь Арктики». Его руководитель и по совместительству заместитель декана горно-технического факультета Алексей Черемисин говорит, интеллектуальные игры помогают не просто объединить способных ребят в одном месте, но еще и выявить их интересы. Что самое главное в молодежи? Наверное, все-таки привлечь внимание, если ты привлек внимание молодежи, это уже не пустой звук. И само собой разумеющееся выявить, посмотреть, оценить, что интересно молодым людям, что ими движет, какие направления сейчас им нужны, может быть, в чем-то помочь, может быть, в чем-то посоветовать. Интеллектуальные игры приурочены к профориентационному конкурсу Норникеля «Мечта о будущей карьере». Он проходит уже больше 10 лет. Главный специалист отдела региональных мероприятий Управления корпоративных проектов заполярного филиала компании Наталья Гладкая говорит, они заинтересованы в профессиональных кадрах, поэтому активно сотрудничают с университетом. Мы предоставляем детям максимум возможностей, чтобы они себя могли проявить в различных видах деятельности, чтобы они знали о своих перспективах, о перспективах обучения в городе Норильске, о перспективах трудоустройства в компании. Со следующей недели мы будем проводить встречи с работниками компании для этих школьников. Эти работники им расскажут о своем профессиональном пути и, возможно, станут для кого-то примером. Победителями интеллектуальных игр стала сборная команда школьников «Питанисты». Ребят наградили дипломами и памятными сувенирами. Екатерина Алексеева, Софья Зиберова, Артем Тютюнников, Александр Вуори. Норильские новости. К этому моменту у нас все. Следите за новостями на нашем телеграм-канале и на сайте Норильск.тв. В студии была Софья Зиберова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин